добрый день уважаемые коллеги наверное имеет смысл начать наше второй день работы нашей секции если меня слышно пожалуй вас слышно разрешите представиться меня зовут светлана песина я из магнитогорского государственного технического университета кафедра лингвистики перевода и сегодня у нас напоминаю работа второй день работы 3 секции когниция и коммуникация лингвистические единицы в новой парадигме исследования сегодня у нас будут интересные доклады доклады о по вопросам когнитивной и фундаментальной лингвистики которые касаются различных аспектов мы будем говорить о категории времени о семантических особенностях слов номинирующих стороны света о семантике пространственных предлогов о развитии конструкции конструкционных форматов английском языке о пояснительных конструкциях о категориях персональности о структурах японского предложения об особенности немецкой деловой корреспонденции и у нас один доклад на английском языке борезин social media и я надеюсь что мы получим удовольствие информации которые будут содержаться в докладах и разрешите мне напомнить что конечно большая просьба использовать по возможности камеру так как докладчикам конечно комфортно обращаться к лицам конкретным людям и и просьба среди за тем чтобы микрофоны были выключены если вы не не участвуете докладе не 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 читайте доклад также напоминаю что у нас работ работают переводчики и качество перевода будет доступно только при не очень высоком скажем так темпе и достаточной четкости речи несмотря на ограничения по времени на доклад отводится разрешите напомнить 10 минут поэтому просьба сосредоточиться на основных положениях исследования пять минут на дискуссии вопросы задавайте либо включив микрофон либо в чате письменно любой вариант и сегодня у нас тех поддержку осуществляет юлия игоревна казакова и соответственно за две минуты до окончания положено отведенного времени она будет нам напоминать вот ну в общем как бы наверное это все что хотела сказать решите пожелать нам приятной работы я думал это будет шикарная возможность расширить наше сознание лингвистическое и целом получить удовольствие и разрешите мне объявить тогда уже первый доклад первый докладчик у нас черба полина алексеевна если она здесь и доклад называется статика и динамика времени как металингвистической категории в культурно-специфик культурно-специфического концепта спасибо спасибо мне очень приятно и немного волнительно открывать заседание нашей секции сегодня я делюсь экраном и с вашего позволения начинаю скажите видно ли видно ли мой сейчас я сверну а ну что ж разрешите представиться щебо полина алексеевна я работаю московском государственном областном университете и исследование которое я провела ой извините к сегодняшней конференции называется статикой динамика времени как металингвистической категории и как культурно-специфического контекста о концепта мне показалось интересным рассмотреть параллельно то как время рассматривалось исторически в виде параметра в науке о языке и то как время как концепт актуализируется вербализуется в системе ну в данном случае английского языка на примере английской языковой картины мира исследование посвящено рассмотрению дуализма в понимании времени как металингвистической категории и как культурно-специфического концепта в связи с местом и ролью которую категория времени играла в последовательно сменяющих друг друга научных парадигмах в языкознании мы утверждаем что временной фактор является одним из важных можно даже сказать одним из важнейших параметров в языковых исследованиях наряду с синхронии мы знаем и диахронии существует возможность панхронического и а хронического подходов к изучению языка связь статики и динамики таким образом является важной диалектической оппозицией составляющей суть самой науки о языке а также как мы далее будем утверждать характеризует такую единицу картины мира как концепт время данном следовании в рамках английской языковой картины мира мы обнаружили противоположность двух систем концептуализации и метафоризации понятия время времени как движущегося явления феномена и как стационарного при этом общим эффектом в обоих способах понимания времени оказался антропоцентризм то есть понимание движения и неподвижности времени именно относительно человека итак необходимость принимать во внимание временной фактор создает в лингвистике два направления исследований направления изучающие последовательно сменяющие состояние фактов языка и направления описывающие сложившиеся статические состояния статические системы по последовательности и одновременности формируются таким образом две лингвистики название которым сформулировал еще фердинанде сосер диахроническая и синхроническая он предложил эти термины отвергнув такие как историческая лингвистика эволюционная и статическая и признавалось то что попытки объединить внутри одной дисциплины факты принадлежащие к диахроническому и синхроническому ряду бессмысленны фердинанде сосер констатировал внутреннюю двойственность лингвистики таким образом будучи интерпретированы по-разному на разных этапах развития языкознания категория времени была и остается мы сейчас увидим важнейшие составляющие лингвистической парадигмы последовательно исторически лингвистика развивалась от сравнительной грамматики индоевропейских языков с попытками реконструкции про языка до грамматики по рояля и до методологического нейтралитета психологического подхода предложенного Хейманом Штейнталем в середине 19 века далее по мнению представителей пражской лингвистической школы изучение изолированных синхронных фактов языка противоречит принципу системного диахронического анализа и таким образом этот тезис в свое время ознаменовал единство между диахронным и синхронным ознаменовал связь статики и динамики как одно из основных диалектических антигломов которые составляют суть и науки о языке и суть самого языка одновременно и таким образом панхронически язык рассматривался вплоть до середины 20 века пока в рамках копенгагенского структурализма появилась мысль о том, что фактор времени существенной роли не играет а язык является системой чистых отношений то есть возможен охронический подход к изучению языка то есть язык признавался структурой не просто нейтронной а вообще вневременной, постоянной, эстетической современные же исследователи говорят о том, что научное изучение языка универсально панхронично то есть грамматика носит синхронный характер однако в то же время в исследованиях по сравнительному языкознанию учитывается временная перспектива таким образом идея синтеза панхронического, общего и синхронически диахронического, частного основывается на том, что временной фактор был и остается необходимой составляющей для научного описания языка таким образом мы видим, что даже при отрицании его важности фактор времени продолжает учитываться статика и динамика в языке понимаются не только как существующие параллельно не взаимосвязанные и даже взаимоисключающие состояние языка и одновременные теоретические основания для его исследования но и как взаимодополняющие, взаимообуславливающие друг друга факторы цитируя Будуэна Картане, можно сказать, что нет неподвижности в языке а его статика является лишь частным случаем динамики изучение истории развития языка показывает, что время как металингвистическая категория исторически то разделяло то объединяло различные направления учений теперь перейдем к рассмотрению времени как культурно-специфического концепта и при этом обнаруживается внутренне противоречивая сущность концепта «Время» в данном случае на примере английской языковой картины «Мира» «Зыкову Ирину Владимировну скажем, что язык есть главное хранилище концепта сферы культуры и одним из наиболее показательных средств объективизации культурного концепта признается система фразеологических выражений, устойчивых выражений, а также паромий коллеги осталось две минуты так как именно они являются вторичной номинацией при взаимодействии языка и культуры в рамках данного исследования мы показали на материале английских фразеологических оборотов и устойчивых словосочетаний статико-динамическое понимание концепта «Время» Время представляется то движущимся, то наоборот стационарным Примеры слева показывают нам то, как время понимается в виде движущегося феномена справа как мы видим время стационарным и человек движется сквозь время, а не наоборот Объединяет и то, и то видение времени в рамках английской картины мира то, что и то, и то видение антропоцентрично То есть мы понимаем движение времени, либо свое движение относительно времени относительно себя самих При кажущейся противоречивости это понимание объединяется в человеке Таким образом мы обнаружили двойственность понимания времени внутренне присущую как металингвистической категории, так и к культурно-специфическому концепту Время может трактоваться как статичное или динамичное Независимо от того, рассматриваем мы его как параметры лингвистических исследований или как вербализованный концепт Пожалуй, все Спасибо большое за внимание Надеюсь, будут вопросы для дискуссии Спасибо большое, Парина Алексеевна Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте Очень интересный аспект Вы поднимаете в докладе Вот обращение к панхроническому подходу Наверное, он возможно, насколько я правильно поняла Он объединяет синхронный и диахронный подход Да, современные исследования признают важность именно синтеза И того и другого подхода Прекращаются споры о том, какой важнее Видимо, правда, как всегда посередине И для каких-то исследований Важные методы синхронические Для других исследований На первый план выйдут методы диахронической лингвистики Поэтому И вот я Тоже, может быть, важно разделять Языковой подход И, может быть, философский подход к времени Потому что Сегодня философы говорят о том, что Будущего Нет, потому что будущее Это наши фактические планы И наши предположения Прошедшего, вроде как, тоже нет Это наша память И остается только настоящее, в котором мы живем Оно и есть реальное время Вот, поэтому, значит Делаете ли вы такое Как бы допущение Либо не рассматриваете Вот такие вот нюансы В своем языковом материале? Дело в том, что нет Но, видимо, придется Потому что Дальнейшую перспективу исследования Я вижу в том, чтобы сравнить Время вербализуется В системе французского языка Немецкого и русского И действительно ли сохраняется эта двойственность И вот, может быть, как вы говорите Может быть, ее и нет Может быть, есть только понимание Времени, как здесь и сейчас Было бы интересно это посмотреть А с точки зрения философии Да, если вы заметили То вот мой доклад Он немножко специфичен Я попыталась объединить Когнитивизм Да, когнитивную лингвистику И вот этот вот Широкий такой взгляд На язык философский И посмотреть Время Отражает ли одинаково То, как мы видим язык Его систему И как мы его изучаем И как мы вербализуем Вообще этот концепт И как мы его понимаем В своей обыденной жизни И вот Мне показалось Интересным то, что Видения совпали Во всяком случае Что касается времени Это всегда Довольно перспективно И актуально Уважаемые коллеги Будут ли еще вопросы К Полине Алексеевне? Ну, если нет Тогда разрешите перейти Спасибо большое Полина Алексеевна За интересный доклад И мы желаем вам Дальнейших исследований Плодотворных В этом направлении И решите перейти Ко второму докладу Тельпов Роман Евгеньевич Типы значений слов Называющих стороны света Здравствуйте, уважаемые коллеги Меня зовут Тельпов Роман Евгеньевич Я доцент Кафедры общего И русского языкознания Института русского языка Имени Пушкина Мой доклад посвящен Названию сторон света Я буду говорить Без презентации Потому что мне очень трудно Контролировать время С презентацией У меня доклады Въекции превращаются Поэтому Итак Наряду с новыми Классами объектов Именуемыми Посредством Использованием Новых классифицировавших Аномастических терминов Существуют Целые пласты слов Которые обозначают Крайне емкие Для различных Культур Архетипы Продолжающие Занимать промежуточное Положение Между собственными И нарицательными Именами К таким словам На наш взгляд Принадлежат слова Обозначающие Стороны света Это слова Север, юг, запад, восток В чем особенно Уникальность И важность Этих названий Я их рассматриваю Как промежуточное Именование Между именами Собственными И именами И нарицательными В чем их особенность Они показывают С их помощью Их посредством Оформляется Динамика Изменения Топонимической Системы Именно Системы Это можно Проследить На том Как меняется Политическая Карта мира То есть, например В 50-е, 60-е, 70-е Такие образования Как Южная Корея Северная Корея Южный Вьетнам Северный Вьетнам Сейчас Это Запад И восток Украины Или чуть Раньше был Север и юг Киргизии То есть, посредством Таких слов Топонимическая Система Она Представлена В динамике Название Сторон света Характеризуется Универсальностью А также Востребованностью В качестве Источника Для названий Для новых Территорий Выделяемых На основании Различных Факторов Прежде всего Политического Культурного Или экономического Характера Я вам об этом Уже сказал Этот аспект Он изучен Недостаточно С этих То есть, названия Сторон света Рассматривались Как наиболее Универсальные Архетипические Языковые Категории В работах Березовича Вячеслава Всеволодовича Иванова Становились Предметом Отдельных Лингвистических Историко-культурологических Работ Здесь уместно Вспомнить труды Подосинова Занимавшегося Очень активно И очень фундаментальным Названием Сторон света В разных Название Сторон света Выступает В настоящий момент В качестве Территориальных Обозначений Реализующих Идентифицирующий Тенден Интенции В виде Наиболее близком К первоначальному Что обнаруживается На примерах Таких территориальных Наименований Как запад и восток Украины Юг и север Судана И так далее В связи с чем Достаточно актуальным Является На наш взгляд Вопрос о статусе Этих слов В русском языке В кругу Иных лексических Явлений Прежде чем Перейти к Рассмотрению Статуса Этих слов Обратимся К их Лексикографическому Описанию В частности Если обратиться К словарям Русского языка То в них И к словарям Других языков В них Отчетливо Будет выделяться Несколько Значений Сторон света Одно из которых Мы назовем Векторным Другой Территориальным Например Для слова Север В словаре Ожегова Векторным Будет значение Одна из четырех стран света И направление Противоположное Югу Территориальным Будет значение Местность Лежащая в этом направлении. Для слова «юг» векторным будет значение одна из четырех стран света и направление противоположное северному, территориальное место, слежащее в этом направлении. В словаре Ушаковых уже рассмотренным нами векторным и территориальным значением добавляются значения, которые можно отнести к территориальным, но они осложнены качественными характеристиками, отражающими представление, сложившееся в той или иной лингвокультуре относительно этих сторон света. Для слова «север» в русской лингвокультуре это значение «северная холодная страна страны», «юг», соответственно, теплый край, теплые страны. Второе, вернее, значение мы будем называть общетерриториальным, первое значение будем называть частнетерриториальным. Примечательно, что общетерриториальные значения в разных лингвокультурах могут различаться. Как это проявляется? Например, в англоязычной лексикографии сложилась практика, что юг связан с бедными странами, отсталыми в экономическом отношении, север напротив, с богатыми странами. То есть это проявляется в словаре. Эти ассоциации находят свое отражение в словаре. И они отличают англоязычную культуру от русской. Дальше. Как проявляются в языке прессы векторные и территориальные значения сторон света? Например, характеристики, которые мы называем векторными, проявляются в контекстах, в которых указание на стороны света употребляется безотносительно каким-либо климатическим или историко-культурным характеристикам. Например, нефтяная компания собирается построить завод дальневосточный с мощностью 5 миллионов тонн на юге Сахалина, на котором будет сжижаться газ в месторождении проекта «Сахалин-1», находящийся на севере острова. Это из РБК «Дейли». В данном контексте названия сторон света указывают на расположение объектов относительно друг друга, но безотносительно каким-либо историко-культурным или климатическим контекстом. Одним из признаков векторного употребления сторон света является сопутствующее им обозначение мер длины. Основные месторождения на юге в районе Басары, куда Игил не дойдет, это 700 километров на юг. Это типичное векторное значение. В некоторых контекстах векторные территориальные значения могут накладываться друг на друга и могут быть представлены в неотличимом виде. Например, святой апостол Андрей соединил юг и север того огромного пространства, которое позже стало Киевской Русью. Здесь возможно двоякое толкование. С одной стороны, упоминание севера и юга как противопоставленных друг другу крайних точек огромного пространства актуализирует векторное значение названий сторон света. С другой стороны, актуализируются известные по тексту повести временных мест посещения святым апостолом Андреем конкретных мест, связанных с отчетливо выделяемыми территориями, обладающими определенной культурно-историческим своеобразием, берегом Днепра и где же после же Байст-Киев, и словенскими землями, или то, что называется сейчас Новгородская республика, и где же ныне Новгород. Последний имплицитно воспринимаемый смысл актуализирует территориальное значение данного контекста. В качестве примера чисто территориальных значений слов севера и юга можно, например, отрывок из статьи, как, впрочем, отказ российского руководства ввести войска на Украину и оккупировать юг и восток этой страны, объясняется вовсе не тем, что он предпочитает довольствоваться Крымом и не решается направить российские войска на юг и восток Украины. Роман Евгеньевич, у вас осталось две минуты. Хорошо, спасибо. Юг и восток здесь пишутся с большой буквы и актуализируют именно территориальные значения названий сторон света. Слова, называющие стороны, вот что касается их внесения в круг топонимических явлений, названия сторон света играют роль в собственных названиях в тех случаях, когда они употребляются в составе составных наименований, типа Дальний Восток или Крайний Север. Примечательно, что если посмотреть работы классиков, топонимики и аномастики Подольской и Суперанской, то там в круг макротопонимов включаются такие единицы, как Африка, Евразия, Тихий океан, Восточноевропейская равнина, Западно-Сибирская низменность и так далее. Но не включаются элементы, которые содержат в качестве опорного слова слова север и юг, типа юг США или русский север, то есть там отсутствуют. На мой взгляд, это отсутствие значимо показывает, оно как раз, вот можно сказать, такую некоторую двусмысленность существования этих слов среди других топонимических названий. Выводы. Итак, можно вывести два типа значения, одно векторное, другое территориальное. В векторном значении название сторон света выступает как члены соотносительных пар, указывающих на противоположные направления. В территориальном значении название сторон света обозначает территории, выделяемые на основе физико-географических, общественно-политических или историко-культурных признаков. Частно-территориальные значения названий сторон света проявляют себя при именовании территориальных образований, выделяющихся прежде всего в силу своих историко-культурных или общественно-политических особенностей. Составные наименования формируются на основе частно-территориальных значений названий сторон света и содержат данные названия в качестве опорного компонента. Типа Восток Украины, Юг Судана и так далее. Они активно используются в языке современной прессы и обладают свойствами узнаваемости и переводимости на другие языки. Выступая в роли топонимов и хоронимов... Роман Евгеньевич, ваше время и стекло. Спасибо большое, Роман Евгеньевич. Будут ли вопросы? Роман Евгеньевич, у меня короткий, наверное, будет такой вопрос. То есть получается, что дихотомия Юг – это тепло, и Юг – это неразвитость, скажем, а Север – это холод, и Север – это развитость. Вот в современной парадигме уже меньше работает. И каковы тут тенденции? Что просто остается тогда вот это территориальные значения, как векторы? Нет, они работают, они соотносятся между собой. Просто это общетерриториальные значения. Это характерно для русской лингвокультуры. Вот в англоязычной, в лексикографической практике, по крайней мере, Юг – это бедные страны, Север – это богатые страны. А у нас это холодные и теплые страны. Это частное и общетерриториальные значения. А частно-территориальные – это как раз, когда названия Север и Юг уже становятся полноценными топонимами. То есть это такие понятия, которые играют роль то нарицательных имен, то собственных. Вот в них представлена топонимическая система в динамике. То есть это нельзя сказать, что одно заменяет другое, они сопутствуют друг с другом. И Южная и Северная Корея тоже интересны. То есть наоборот, Южная богаче, а Северная беднеет. Это было некоторое исключение. Спасибо большое. Будут ли еще вопросы, уважаемые коллеги? Если нет, то разрешите перейти к третьему докладу. Хрисона Пола Екатерина Юрьевна и доклад «Когнитивно-дискурсивные факторы дифференцированного употребления английских предлогов in, on, at». Пожалуйста. Итак, хорошо, спасибо. «Когнитивно-дискурсивные факторы дифференцированного употребления английских предлогов in, on и at». Третий слайд изображает план моего небольшого выступления. Сначала я скажу о значении предлога вообще, как рассматривается в лингвистике, а затем противопоставление пространственных предлогов в контексте, таких как in, at, at vs. on и on vs. an. Итак, в лингвистике предлоги определяются как служебные слова, выражающие различные отношения между главными и зависимыми членами словосочетания и осуществляющих подчинительную синтаксическую связь внутри словосочетания и предложения. В значениях предлогов отражается взаимодействие словно-слова, объединяемых им самостоятельных слов. Опять пропал звук у нас. Плохо слышно, нет звука пока. Итак, лексическое значение предлогов как указание на пространственные, временные, причинно-следственные и другие отношения, а с другой стороны, топографическое или функциональное осмысление именовых предложенных словосочетаниям объектов. Активация лексических концептов, обозначаемых знаменательными словами, что описывается в таких работах, как «Карсковиц», «Ли», «Тайлер» и «Эванс», «Ково3» и «Эрган». В то же время, поскольку предъявляется грамматическим словом, служебным словом, в нем выделяется и грамматическое значение. В работах с Северстовым грамматическое значение предлогов определяется как осуществляемое им указание на октантную роль существительного, указание на способ осмысления донатата в рамках конкретной конструкции. И в моей работе ставится цель выявить аспекты все-таки грамматического значения английских предлогов, таких как «in», «at» и «on», которые мотивируют их выбор в конкретных дискурсивных контекстах. Как сказать, когда выбирается «in the hotel» или «at the hotel», «in the restaurant», «at the restaurant», «at the center», употребление нельзя полностью синичными, поскольку предлог выражает не только осмысление донатата, то есть не только вводит актантную роль существительного, но также и указывает на определенные отношения, то есть указывает, как я предполагаю, на определенную когнитивно-дискурсивную операцию с отнесения одного объекта и с другим. Материалом преследования служили примеры динфицированного использования предлогов общим объемом 400 из текста современной британской прозы, в основном произведений Фредерика Форсайта и Дил Роуз. Противопоставления, которые я рассматриваю в своей работе, это такие, как противопоставления между «in» и «at», «in» — «at a hotel», «in» — «at an office», «in» — «at the center», «in» и «on» — «in» — «on the street», «in» — «on a plane» и «on» — «at», «on a crossing at the crossroads», «look down at» и «look out on». Итак, первое, на что я смотрю, это выбор одного из предлогов «in» или «at» при обозначении пространственного отношения. Принято считать, что прототипическое употребление предлога «it» — это образ схемы контейнера, это обозрение внесенности, указание на границу — это основные характеристики образ схемы контейнера. И, казалось бы, именно эти употребления демонстрируются, иллюстрируются примерами 1 и 2. В первом случае показано контейнера как бы такого... — Я постараюсь, но у меня еще 10 страниц. Итак, 10 слайдов. «The book is ostensibly set in Edinburgh, and eating was in Grand Office's Mass Building». Предполагаемая когнитивная операция... Опять исчезли. ...которая имплицируется предлогом «in» — это помещение, включение объекта, транспорт и пространственную область. — Сейчас слышно. — Сейчас слышно. — Слышно. — Да-да. — Слышно? — Да-да. — Звук плохой. — Катерина Юрьевна, к выводам подключите. Переходите к выводам, вот как бы заключительной части. — У меня очень... Может быть, я просто нарасту покажу, продемонстрирую свои... Тогда там у меня вывод очень короткий. — Пожалуйста. — Продемонстрирую. Итак, вот все примеры, которые есть у меня на слайдах, они демонстрируют, что выбор предлога — это не только выбор осмысления октанта, который он вводит, ну и когнитивные операции. Для IN — это включение в пространственную область. Для AT — это профилирование относительно пространственной базы, ориентация относительно имплицируемого места. Это также показывают примеры 5 и 6, где AT и IN находятся в комплементарных отношениях. Так же показывается, что IN не должно указывать на более обширное пространство после AT, и что вот этот ориентационный смысл в значении AT превалирует над, собственно, координатным смыслом. И вот ориентация versus включение показана также на слайде 13, где AT как бы ориентирует адреса, это может быть в том числе и читателя, относительно того пространства, куда герой пребывает. В то время с наименованием города используется предлог INTE, то есть по сути IN, где герой как бы включается в пространство города. Екатерина Юрьевна, вы завершили? Ну и такие же отношения включения и революции оказываются с пониманием. Можно сказать IN, а может быть, да. Екатерина Юрьевна, ваше время истекло. Да, к сожалению, у нас не осталось времени на вопросы, только может быть кто-то есть и короткий вопрос хочет задать. Ну, я хотя бы продемонстрирую вывод. Удалось ли вам найти инвариантные значения, определить инвариантные значения, если вы ставили такую задачу вот этих предлогов? IN, ON, AT. То есть общее, общее. Я рассматривала пока что только пространственное употребление, но дело в том, что указание на когнитивную операцию, которая связывает два осмысления знаменательных слов в предложенном словосочетании, но имеет достаточно схематичное такое определение. И я так думаю, что вот ориентационный смысл, который можно связать с употреблением предлога AT, смысл включения, который можно связать с употреблением предлога IN, и смысл соотнесенности функциональной области с динамическим признаком, который можно связать с предлогом ON, распространяется не только на пространственные их употребления, но и на, скажем, темпоральные употребления и некоторые другие переносные употребления. Я так думаю, что вот эти когнитивно-дискурсивные операции, которые я выявила при исследовании предлогов, могут распространяться на целый ряд их употреблений и могут лежать в основе инварианта их значений, грамматических значений. Спасибо большое, Екатерина Юрьевна. И переходим далее. Спасибо. Переходим далее к следующему докладу. Это мой доклад. Называется «Мультиплексирование концептуальных метафор как взаимодействие исходного и целевого домена». Конечно, 10 минут мало что позволит, и я постараюсь до метафор дойти, но, возможно, и не совсем получится так. Сейчас. Так, ладно, мне... Значит... Сейчас, секундочку. Так, я, наверное, буду без презентации. Меня слышно, да, все? Да, звук отличный. В следующем времени не удается получить ни противоречивого представления, а способа функционирования значений слов и вообще многозначных слов, в частности, в лексиконе. Исследования в области многозначности на сегодняшний день фактически сводятся к двум теориям. Первая теория, которая активно поддерживается в западной лингвистике, это представленность значений, хранимых в лексиконе в виде списков, checklist theory, и то есть представление отдельных слов в многозначных слов... Отдельных значений в многозначных словах в виде отдельных лексем. которые функционируют как бы в двух репрезентациях. Прямые значения и метанимические хранятся в одной ментальной репрезентации, поскольку они образованы и содержат в себе признаки первого значения, и метафорические значения основаны на иных признаках. Вторая теория хранения слов в лексиконе сводится к тому, что слова хранятся в виде, фактически в виде инвариантов, то есть существует некое обобщенное значение, и слова, многозначных слов между собой связаны. То есть в настоящее время, с другой стороны, нужно сказать, что в настоящее время предпринимаются попытки и обсуждения проблемы, обращения к семантике многозначных слов со стороны компьютерной, специалистов по компьютерной обработке текстовых массивов. И ключевая задача, которую они не могут до конца решить, это разрешение лексической многозначности при составлении электронных словарей, поскольку электронные словари на сегодняшний день очень плохо пока переводят метафоры. Заход на эту проблему со стороны специалистов нейролингвистики тоже очень интересен, и они пытаются посредством исследования функционирования нейронов мозга пролить свет на строение лексикона также. И существует теория, что в мозге функционируют нейроны, чувствительные к определенным лексическим свойствам. Пока только карты нейросемантик мэппинг, только, естественно, планируется исследование в этой области, но еще в свое время Лурия утверждала, что изначально человеческий мозг понимает объекты как совокупность компонентов, из которых мозг разделяет полученную информацию и полученные изображения, но с ростом понимания объекта приобретает символически обобщенный характер. Эта информация приобретает символически обобщенный характер. То есть, возможно, в сознании имеет место сборка значений из компонентов. Экспериментальные данные, полученные нами в течение ряда лет, свидетельствуют о том, что слова не организованы в нашем сознании по принципу словаря. И далеко не всегда значение, представленное в словаре, как наиболее частотное, то есть первое, далеко не всегда это значение функционирует, представляется информациями как первое. Сами информанты зачастую довольно субъективны, их толкование значений довольно бывает абстрактное и сумбурное. Мы просили их представить, мы взяли экскосематическую группу растений, просили их представить, возможно, полную многозначность слов входящих, лист, ветка и так далее. И, к нашему удивлению, вместо первых значений появляется не лист на ветке, а лист бумаги, ветка метро и так далее. То есть, довольно субъективно и, в общем, первые значения очень часто не работали. Ни один из тестируемых не смог привести все имеющиеся значения многосначного слова. Какие-то значения всегда оказались упущенными. Получается, также тот факт, что некоторые информанты игнорировали первые значения, указало на возможность существования и, возможно, в языковом лексиконе некой семантической доминанты в виде значения, в виде инварианта, доминантового значения, которому имеется очень быстрый доступ в сознании. Это не всегда первое значение. Испытуемые, когда мы просили толковать значения, они редко пользовались развернутыми дефинициями. Для идентификации значений им достаточно был минимальный набор признаков. То есть они часто толковали абстракцию через абстракцию, скажем, какой-то фразеологизм через фразеологизм, а метафору через метафору. И часто на первое место носитель языка ставит значение актуально для него в данный момент. То есть в целом можно сделать вывод по поводу данных по лексикону. Возможно, естественно, лексикон является социально-культурно обусловленным хранилищем данных, где личная интерпретация входящей информации часто преобладает. И мы выделили также склонность к обобщениям. То есть возможно, функционирование концептуальной системы человека осуществляется по принципу семантической сети со многими выходами и входами. И мы сейчас занимаемся построением таких семантических сетей и некоторые школы тоже в России и за рубежом занимаются тем же самым. То есть какая-то многоуровная система, значения связаны последствием своих признаков, на втором уровне значения связаны между собой и плюс какое-то доминантное значение, которому есть наиболее быстрый выход. И, конечно, я не знаю, если у меня еще время осталось, то перейти к собственно сказать пару слов о метафорах. Собственно говоря, У вас еще есть три минуты. Все хорошо. Хорошо. Значит, большинство значений, которые мы используем, это метафоры и фразеологизмы, переосмысленные значения, получается, и здесь мы затронули проблему, конечно, если строить семантические сети, то, естественно, метафоры прежде всего будут образовывать большие кластеры по какому-то доминирующему, объединяющему их признаку. И мы взяли, можно привести пример, как работают метафоры, интересный аспект выявить. Вот если взять двунаправленность метафорических моделей на примере использования метафор, ну, скажем, в политдискурсе. Вот, приведу короткий пример. В американском политдискурсе республиканцы характеризуются метафорически с позицией более жестких политиков. Демократы символически представлены как более мягкие. Это концептуальное отображение приводит к тому, что консерваторы, например, настаивают, что в семье или американскому обществу нужен строгий отец, а либерал, наоборот, что нужен заботливый родитель. И вот когда метафоры, очень много политических метафор, когда политическая метафора создается и активируется, она с неизбежностью вызывает и имитирует сенсорные модальности. То есть происходит наложение синергетическое на способ восприятия наложения проприоцитивных ощущений. Рукопожатие, например, Трампа, вероятно, будет ощущаться более крепким, чем рукопожатие Байдена. То есть я к чему говорю? О чем говорю? Происходит обратное влияние источника метафоры, например, жесткое рукопожатие, на концепцию соответствующей политики, жесткое как строгий отец. То есть происходит как бы уплотнение когнитивно-коммуникативного канала, то есть передача двусторонних информационных потоков или мультиплексирование, то, что в физике называется мультиплексирование. То есть метафора работает в двух направлениях. И жесткое рукопожатие уже символирует символом республиканской партии и представители республиканской партии ждут жесткого рукопожатия. Вот об этом тоже говорил во всем случае намекал на это исследователь метафоры Лаков. и мощным верифицирующим средством может служить в этом плане в плане понимания таких довольно неоднозначных метафор даже иногда сложных может служить использование вот этого синстетической метафоры подхода когда горячее рукопожатие холодный прием кричащий оранжевый и так далее. Это может оказаться хорошей моделью для понимания метафор концептуальных поскольку ее структурно функциональные нейронные аспекты кажутся довольно доступными для изучения. У меня все и мы исследуем метафоры различных лексико-семантических полей я просто в этой статье решила взять политическую метафору. Пожалуйста если есть вопросы пожалуйста задавайте. Если разрешите Сатана Андреевна большое спасибо за очень интересное представление динамики действительно организации метафорического материала в нашем сознании и в коллективном и в индивидуальном у меня вот такой вопрос если говорить о экспериментальных процедурах как можно или как вы это сделали как оценить замерить понять удостовериться как происходит вот этот переход энергетический как от метафоры жесткого отца можно оценить что испытуемые переходят на жесткое рукопожатие понимание как оценить эти проекции как вы это делали да спасибо большое за вопрос очень даже сложный для меня вот и конечно вот вообще синестетическая метафора в которой вот эти вот кодовые переходы от одного чувства к другому теплое рукопожатие на мягкость характера или там жесткость жесткое холодное рукопожатие это значит какое-то негативное и так далее как выяснилось они достаточно субъективны то есть один человек может почувствовать что да рукопожатие как бы слишком жесткое крепкое ну прям точно это точно не либерал это прям как консерватор вот с другой стороны то есть один почувствует другой совсем не почувствует очень много субъективного и до сих пор Хотя эти синтетические метафоры исследуют уже два столетия, многое там непонятно и субъективно. Хотя моя задача – это как раз поиск общего инвариантного. Возможно, как верифицировать? Верифицировать только единственным способом – это экспериментально. Это просто садить людей и спрашивать их ощущения. Вот в лингвистике у нас гипотезы лучше доказывать экспериментально, если я ответила на ваш вопрос. Спасибо, Светлана Анатольевна. И тогда, наверное, очень короткий вопрос. Вы сказали, что не у всех присутствует действительно весь объем семантических дериватов и назвали это, скажем, что-то пропущено, что-то опущено. Как вы считаете, это все-таки опущение, пропуск? Я понимаю, что мы технически вынуждены использовать вот такого рода термин. Или это совершенно естественный момент, и мы вовсе не обязаны держать в сознании все существующие на данный момент дериваты семантические? Естественно, если обратиться к работе нашего мозга или сознания, то там вполне есть очень устойчивые сигнальные связи между какими-то… Наверное, когда-то скоро будет работа нейронов или синапсов будет приравнена к работе каких-то актуализации каких-то значений. Обещают даже узнать, о чем думает человек. Возможно, какие-то нейроны, между нейронами сигналы установлены более прочным образом, и это мы помним. А вот когда сигнал совсем слабый между нейронами и синапсические сигналы, очень слабый, то нам требуется больше времени для того, чтобы вспомнить об этом. Это как категориальные прототипы. Центр прототипа, к нему самый быстрый доступ. Мы сразу узнаем, что воробей, это птица, все остальные, нам надо подумать. Вот так же и значение в структуре многозначного слова, каким-то значением у человека есть быстрый доступ, оно частотное, употребляемое. Другой? Нет, зависит от культурных социумов, в котором он, уровня развития, естественно, страны, естественно, субъективных факторов и культурных каких-то еще. То есть мы, получается, живем в своем собственном таком поле лексическом, поле лексических значений. Спасибо, Ислана Андреевна. Можно еще вопрос? Можно. Скажите, пожалуйста, а вот по вашему представлению, насколько они заданы, вот метафоры, если политический дискурс рассматривать, то есть запрограммированы уже каким-то более, ну, с осознанностью вот запускаются в массы, или это просто чисто исторически сложившиеся традиции относительно? Мое мнение, спасибо за вопрос. Интересно, вопросы все интересные, я только, может быть, скрадываю время у других. Значит, смотрите, мне кажется, что метафоры – это врожденная способность человека смотреть на вещи, говорить, что как если бы она функционирует, как если бы что-то похоже. И вот эти все выделенные на сегодня как бы такие ячейки метафор, от которых говорил Лейков, то, что там ориентационная и пространственная метафора, концептуальная метафора и так далее, это, наверное, какие-то модели, которые у нас заданы. Ну, я не знаю, врожденная, может быть, система, возможно, сравнивать, а сами модели, они у нас исторические и заданы в детстве, я думаю, и мы идем в этом направлении, мы их чувствуем. Конечно, они разнятся культурно, но в принципе, что argument is war, спор – это война. Я думаю, что практически у всех культур такое есть, может быть, у кого-то нет, конечно. То есть базовые модели метафор, они нам задаются с детства и носят довольно универсальный характер, там, любовь к путешествия и прочее. Наверное, да, есть нюансы культурологические, но в целом они, я считаю, как модели, они нам заданы очень-очень рано, мы их чувствуем. И мы используем, наращиваем эти метафоры в направлении, в этом векторе, что argument is war. Ну, никак не противоположно, никак не можно, argument is peace. Так это не работает. Работает именно так, вот как мы привыкли. Спасибо. Спасибо большое. Разрешите перейти тогда к следующему докладу Татьяны Альбертовны Клепиковой и доклад «Динамика конструкционных форматов в английском языке. От синтаксиса к лексике». Пожалуйста, Татьяна Альбертовна. Спасибо большое. Клепикова Татьяна Альбертовна. Я работаю в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. И меня действительно заинтересовала идея динамики метафорических проекций, метафорической концептосферы, потому что очень близка эта тема мне. Речь о динамике конструкционных форматов. И динамика конструкционных форматов, как оказывается, очень тесно связана и с метафорическими метанимическими проекциями. Основная проблематика – это прежде всего то, что на поверхности, это межкатегориальные переходы, когда исходно-синтаксические образования с вторично-предикативными единицами начинают функционировать как лексические единицы и проявляют признаки своего рода идеоматизации. Я представила схематические конструкции, о которых далее буду говорить более подробно. Я бы хотела описать своего рода тренд, поговорить о продуктивности модели, об условиях сохранения значения всей конструкции в контексте именно креативности языка, что задано и то, что мы проецируем собственным сознанием и в коммуникации. И все это в рамках развития вербоцентрического и конструкционного подхода. Если говорить о комбинаторике валентности глагола, как известно, вербоцентрический подход постулирует главенствующую роль глагола, тем не менее эта валентность исходит из семантической недостаточности. То есть семантический недостаточный глагол свою семантику восполняет. Потенциально любой глагол способен восполнить свою семантику путем именно комбинаторики. Именно в рамках конструкции восполняется то, что, собственно, глаголу и не хватает в плане выражения. И при помощи конструкции мы обозначаем и деятели, и объект, и все остальные. И в результате именно эти признаки позволяют сделать глагол предикатом, организатором структуры. И, как известно, каждый полнозначный глагол представляет собой потенциальную синтагму. Несмотря на вот такую семантическую недостаточность глагола, электрическая репрезентация глагола по-прежнему остается самым надежным фактором, который предсказывает общую интерпретацию предложения. Терминологически это обозначается по-разному. Говорят о том, что глагол специфицирует, проецирует и лицензирует количество и конкретный тип аргументов, которые сопутствуют событию, описываемому, собственно, глаголом. Однако у нас здесь возникает некоторая парадокция, что все-таки является источником порождения смысла. Собственно, глагол или конструкция. Приведу известную цитату из известной песни «А на войне не ровен час, а может мы, а может нас». И смысл предложения, безусловно, всем понятен, и при этом мы не имеем глагола. Противоречие заключается в следующем. С одной стороны, да, глагол является в силу своих семантических свойств организатором структуры предложения, а с другой стороны, он не является единственным семантическим центром формирования структуры. И вот такого рода противоречие в определенной степени и мотивировало смену фокуса лингвистических исследований. От глаголов мы переходим в конструкцию. Смена парадигмы от вербоцентрического подхода к конструкционным подходам. Много разных направлений, концепций. Я упомяну лишь некоторые, в частности, те, которые разрабатываются в научной школе, к которой я принадлежу. Это школа профессора Навала Александровны Кобрины, профессора Николая Николаевича Болдырева, их учеников. Это идеи внешней категоризации, это идеи динамической функциональной категоризации, понимание конструкции как фактора интерпретации глагольной семантики, прагматическая перекатегоризация. В общем и целом можно говорить о том, что конструкция получает дополнительную вторичную интерпретацию или мета-репрезентируется. Интегративный подход берет начало произведения работы Чарльза Филмора. Речь идет о взаимодействии лексики и грамматики, изучение лексических оснований порождения грамматических конструкций. Именно в этом Филмор и видел дальнейшее исследование. В конечном итоге это привело к появлению грамматики конструкции. Концепций очень много. Так или иначе, они постулируют свою основную тезис следующим образом. Морфосинтактические структуры могут иметь значение, которое не зависит, которое не складывается из значений отдельных слов и как целое построение оказывает влияние на процессы смысла порождения. Вариантов грамматики конструкции очень много. Это очень интересное и бурно развивающееся сегодня поле. Основные тезисы. Конструкцию можно представить метафорически как некоторую формулу, состоясь из упорядоченного набора незаполненных слотов. Некоторые элементы являются облигатурными, константы, а некоторые нет, переменные. И каждый элемент конструкции имеет спецификации относительно того, какие единицы могут его представлять. Своего рода face control. Допускается такая-то единица в данную конструкцию или нет. Если допускается с ненужными нам признаками, то конструкция подработает эту единицу от себя. Список возможных кандидатов можно представить в виде конечного списка. И этот список может состоять из одной единственной лексической единицы. Отсюда конструкция становится самостоятельной единицей языка. Собственно говоря, усваивая язык, мы усваиваем именно конструкцию. И в результате получаем, скажем, не отдельно синтаксис, морфологию, лексику, прагматику. Мы получаем своего рода прагматический лексиморфосинтаксис. И свобода языковой единицы оказывается понятием относительным. Потому что свобода реализуется в ситуации употребления. Здесь определенная, скажем так, идиосинкразия или отбор, тяготение определенной лексимы к употреблению в определенной морфологической форме и в определенной конструкции. И наоборот, определенный морфологический и синтаксический формат подбирает, отбирает участников. Возникает своего рода диалектика системы и узуса. Противопоставление язык и речь, набор и реализация набора оказываются взаимообратимым. Продукты речевой деятельности становятся элементами языка. И тогда можно говорить о том, что противопоставление формы и содержания тоже диалектично. Может ли форма стать содержанием и может ли содержание стать форма. Как оказывается, динамика вот этих наших форматов позволяет говорить о том, что язык и речь взаимообратимы и форма может стать содержанием. Например, если мы возьмем каузативную конструкцию «make somebody do something», любой глагол, который мы подставим в эту конструкцию, даже с некоторым видом изменения вторичного предиката, даст нам каузацию «trick somebody into marrying, talk somebody into buying». И конструкция, как оказывается, проявляет принципы категориального устройства. У нас есть определенные центральные члены категории и периферийные или маргинальные. Я бы хотела напомнить знаменитое высказывание. Татьяна Альбертовна, у вас осталось 2 минуты. Да, большое спасибо. Пример, который я хотела бы привести, это конструкция «waiting to happen» и «lost somebody something». Исходная свободная синтактическая конструкция «wait for somebody to happen». Однако, если мы посмотрим на корпусные данные, доминирующая форма морфологическая, в которой используется глагол «wait» – это причастие. И при этом жестко выбираются аргументы слева. И наша с вами конструкция начинает проявлять очень специфические особенности. У нас лексико-семантическая группа единиц, которые могут выступать в качестве субъекта вторичного предиката, начинает проявлять признаки, во-первых, событийности, во-вторых, событийности с негативной окраской. Что мы здесь видим? У нас нарушается семантика контроля для глагола «wait» и для глагола «happen». В качестве константа у нас есть глаголы «wait» и «happen», четкая морфологическая форма причастия и синтактическая модель – вторичный предикат плюс обстоятельства цели или результата. Функциональная семантика субъекта – неодушевленная событийность с оценочностью негативной окраской. И дополнительно, событийность семантики нейтрализуется, морфосинтактический формат становится конвенциональным, появляется оценочное значение, и в результате мы имеем идиому. Наша синтактическая конструкция начинает лексикализироваться. Мы имеем идиому с негативными коннотациями. Остальные примеры, которые я хотела бы привести в рамках доклада, но понимаю, что времени у меня сейчас не остается, это конструкция «lost somebody something» и конструкция с дефисиками. Перейду сразу к выводам. Речь идет о том, что когнитивно-коммуникативная мотивация и взаимодействие единиц лексики, морфологии и синтаксиса, наряду, об этом нельзя не сказать, с типологическими характеристиками языка, обуславливает очень высокий продуктивный индекс, индекс продуктивности данных конструкционных форматов. Квалифицировать их можно как межуровневое образование, и способом найти, выявить и как-то оптимизировать анализ подобного рода конструкции является, на мой взгляд, корпусный метод грамматики конструкции. Большое спасибо за внимание, буду признательна, если появятся какие-то вопросы. Большое спасибо, Татьяна Альбертовна. Есть ли какие-то вопросы? Пожалуйста. А насколько обширна эта группа конструкционных форматов? Речь идет о том, что, если брать когнитивную грамматику Голдберг и ее последователей, все в языке есть конструкция. То есть язык на самом деле не состоит из отдельных морфем, лексем и так далее, все есть конструкция. И морфологические особенности, синтаксические особенности, в том числе и лексическое наполнение, и морфологических форматов, и синтаксических форматов, это все очень честные взаимосвязанные вещи. Спасибо. Спасибо большое. Можно задать тоже вопрос? Да, пожалуйста. Добрый день. Меня очень заинтересовали ваши примеры, в том числе, которые вы быстро пролистали, к сожалению, потому что я тоже занимаюсь семантикой коллективных, в японском языке. И в том числе их связью с характеристикой, которая была у вас указана как одна, с характеристикой, это неодушевленность субъекта. Вот можно задать такой немножко частный узкий вопрос, но все-таки, есть ли какая-то значимая, была ли выделена, проявилась ли какая-то значимая, явная связь между именно этим критерием, этой характеристикой, то, что неодушевленность субъекта как-то связана с возникновением негативного оттенка у ваших конструкций. Именно неодушевленность как повлияла? Если были какие-то результаты. Проследить четкую связь неодушевленности и негативности, я думаю, здесь сложно. Почему? Потому что действительно все, что неодушевленное, события и так далее, так или иначе влияет и реализует. Мы получаем какой-то результат. Я думаю, лучше говорить о особенности определенной лексико-семантической группы. В данном случае лексико-семантическая группа слова, имена существительные, обозначающие катастрофы. Катастрофы, катастрофы, дизасты, там, train wreck, их очень много. И они становятся, сначала они действительно обозначают и катастрофу, и так далее, а далее это является элементом идиома. Вплоть до примера, что планирование там вашей свадьбы – это It's a train wreck waiting to happen. Вот такие примеры. Или I am not a tragedy waiting to happen. То есть меня бояться не надо, ничего плохого не случится. Понятно. Спасибо. Спасибо большое. Большое спасибо, Татьяна Альбертовна. Разрешите перейти к другому докладу, к следующему. И докладу Чеглинцевой Екатерины Сергеевны. Доклад называется «Пояснительная конструкция в английском языке на материале служебных слов. Such as it like». Пожалуйста. Так, скажите, пожалуйста, видно ли презентацию? Да, все видно и слышно. Все хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад посвящен пояснительным конструкциям в английском языке, в частности тем, которые содержат служебные слова such as it like. Пояснительную конструкцию мы определяем как конструкцию, построенную по модели, которую вы видите на слайде, и в которых первая именная группа выступает как препозитивный или поясняемый член, а вторая как постпозитивный, поясняющий или конкретизирующий член конструкции. Итак, для начала рассмотрим трактовку данных структур в английской грамматике. Традиционно они рассматриваются в рамках категории приложения. Определение представлено на слайде. И в нем заложены основные характеристики позитивных конструкций. Это бинарность и номинативность. Также вы можете видеть пять наиболее характерных признаков для категории приложения. Это аналогичная определяемому члену предложения синтаксическая функция, морфологическое и семантическое сходство, семантическая атрибутивная связь между приложением и определяемым имя членом предложения, их функциональная взаимозаменяемость. При этом последняя характеристика обусловлена гиперогипонимическим характером отношений между ними, то есть отношениями конкретизации, детализации, обобщения. Отмечается, что иногда эти отношения могут превращаться в уточнение. Указанные авторы рассматривают категорию приложения как имеющую прототипическую структуру. И подобный же подход можем найти в грамматике Кверка и соавторов. Авторы приводят семантическую шкалу отношений, представляющих собой разновидности оппозитивных отношений. Как видно на слайде, экземплификация является разновидностью отношений включения. Включение, в свою очередь, является наиболее периферийным типом отношений в категории приложения. При включении референция одного элемента позитивной конструкции не является идентичной референцией второго элемента, а скорее включает ее в себя. Авторы грамматики Longman Grammar of Spoken and Written English относят служебные слова, выследуемые к нами в функциях, к широкой группе linking adverbials, и в частности к так называемым adverbials of apposition. Отмечается, что они играют важную роль в создании связности текста. Встречается в грамматиках и термин elaboration, который можно в некотором смысле считать аналогом русского термина пояснения. А соответствующие формальные средства связи получают название elaborating connectives или clarifying connectives. Экземплификация при этом является частным проявлением пояснения. Многие лингвисты, однако, считают целесообразным рассматривать исследуемые нами служебные слова в рамках метадискурса и включают их в широкую группу метадискурсивных маркеров. Термин метадискурс был впервые употреблен Харрисом в 1959 году. И одним из лингвистов, занимающихся проблемами метадискурса, является британский лингвист Кен Хайланд. И на слайде вы можете видеть его определение этого понятия. И он предлагает свою классификацию метадискурсивных маркеров. Маркеры such as и like он относит к кодовым глоссам, которые вводят дополнительную информацию путем перефразирования, пояснения и комментирования того, что уже было сказано ранее, что позволяет обеспечить адекватное понимание замысла автора всказывания. В его исследованиях, как и в исследованиях многих других лингвистов, часто фигурируют термины exemplifying markers, example markers, и в них кроется основная функция этих служебных слов, введение примера или иллюстрации, что подтверждается при обзоре толкований, их значений различными англоязычными учебными словарями. Материалом нашего исследования послужили контексты двух функциональных стилей художественного и научного, отобранные из корпуса British English 2006, журнала Nature и романа «Дневник Бриджит Джонс». Общий корпус примеров составил 245 единиц. Анализ материала показал, что пояснительные конструкции со служебным комплексом Сачи из намного более частотны по сравнению с конструкциями с маркером Like. То есть с маркером Like это всего лишь 23 контекста, из которых 18 контекстов принадлежали научным текстам и 5 в художественном. И что касается Сачи из, то данный маркер в большей степени характерен для научного стиля. Мы встретили около 200 контекстов научных текстов. В формальном плане можно разграничить два вида служебного комплекса Сачи из. Это Сачи из дистантный и Сачи из контактный. Вдавляющее большинство конструкций нашего корпуса примеров приходится на Сачи из контактный. Это 215 примеров. И мы встретили лишь 7 примеров Сачи из дистантным в художественных и научных текстах. Исследуемые нами пояснительные конструкции с обоими маркерами можно рассматривать как двучленные. В качестве первого компонента выступают только нарицательные, существительные, не имеющие конкретной референции. Они могут иметь как форму множественного числа, в примерах 2, 4 и 5, так и единственного, в примерах 1 и 3, которые могут сопровождаться неопределенным артиклем в совобщенной референции. В качестве второго члена конструкции могут выступать нарицательные имена существительные, в примерах 2 и 3, имена собственные, в примерах 4 и 5, и местоимения, в примерах 1. Второй член часто представлен однородным рядом, в примерах 2 и 5, и может также иметь распространители, как в примере 5. Возможно, дополнение второго компонента подобными ему примерами в этом случае могут содержаться слова etc. Иногда первый член может обладать настолько широким значением, что у него может отсутствовать какое-либо информативное содержание, и таковым является существительное thing в примере 3. Логическую основу отношений двух членов исследуемых нами пояснительных конструкций составляет мысль о тождестве. В отечественной литературе классификация пояснительных отношений в плане семантики обычно представлена следующим образом. Это, собственно, пояснение, включение и уточнение. Для нашего исследования актуальны первые два подвида, так как для уточнения характерно отсутствие формальных показателей. Собственно, пояснение реализуется в двух вариантах, собственно, отождествлении и отождествлении путем конкретизации. В первом случае поясняемое и поясняющее имеют один референт. Во втором случае два этих компонента связаны как отвлеченное и конкретное, или как общее и частное. Что касается... Екатерина Сергеевна, у вас осталось две минуты. Что касается отношений включения, то здесь частное представляет общее не в полном объеме, а выступает как случай, как пример или иллюстрация. Второй член нельзя поставить на место первого. Общее и частное имеют каждое свое самостоятельное значение для предложения. И, как правило, именно при включении вводится сложный ряд. Отметим, что бывает достаточно сложно отличить, собственно, пояснение от включения, но по нашим наблюдениям в большинстве случаев в наших конструкциях реализуется отношение включения. И в примере на слайде скорость ветра, радиации выступают как лишь некоторые случаи погодных условий, которые автор выбирает как наиболее иллюстративные. Говоря об отношениях включения, наиболее характерных для наших конструкций, можно выделить некоторые специфические функции, которые они выполняют. Функция иллюстрирования, показанные возможные сферы применения чат-ботов. Функция типизации, частное типизируется, входит в тип музыкальных инструментов. Функция репрезентации, частное используется для того, чтобы более четко показать, какие материалы по изучению языка имеются в виду. Функция акцентирования делается акцент именно на указанных заболеваниях, которые исследовали авторы статьи. Является возможным провести также параллели между нашими конструкциями в английском языке и то, что в русском языке называется определительно репрезентирующим оборотом. В данном обороте путем представления более общего частным происходит скрытое указание на признаки предметов или индивидов. Именно поэтому многие исследователи считают отношения между компонентами этого оборота атрибутивными, а не пояснительными. И вот в нашем примере на слайде Ричард выступает как очень яркий представитель определенного типа мужчин, которым присущ определенный набор признаков. И в переводе романа переводчик прибегает именно к определительно репрезентирующему обороту. Таким образом, исследуемые нами пояснительные конструкции в обоих стилях способствуют лучшему восприятию и пониманию сообщаемого. И они характеризуют субъективную манеру перехода от одной мысли к другой. И говорящий выделяет именно то частное на фоне общего, которое является важным и составляет предмет его сообщения. В научных текстах стратегия информирования и популяризации знания реализуется именно в тактике разъяснения с помощью примеров. Автору необходимо учитывать уровень фоновых знаний читателя и обеспечить доступность изложения, что отчасти может быть связано с некоторыми культурными факторами. Англоязычная культура причисляется к низкоконтекстуальной, то есть ответственность за понимание сообщаемого лежит полностью на авторе, который должен сделать текст удобным для читателя. В художественных текстах пояснительные конструкции часто служат целью характеризации и оценки персонажей или их действий, и обладают экспрессивностью и выражают субъективную точку зрения говорящего. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Екатерина Сергеевна. Будут ли какие-то вопросы, уважаемые коллеги? Ну, если нет, то у меня короткое такое, может быть, уточнение. Вот служебное слово such as, или метадискурсивный маркер, так сказать. Вот вы говорили дистантный и контактный характер. Это вот, можете пояснить, вот какая между ними разница? Дистантный. Ну да, то есть разница просто вот в самой структуре, то есть между such и as, и еще находится, собственно, вот этот первый элемент конструкции, именная группа какая-то. То есть они расположены дистантно, such и as. То есть структурно. Да, структурно. Спасибо большое. Будут ли еще вопросы? Если нет, то разрешите продолжить серию докладов, посвященных очень информативных, интересных докладов, посвященных когнитивной грамматике, и предоставить слово Шевцова Веронике Мерсатовне с докладом «Когнитивный аспект развития грамматической категории персональности в современном английском языке». Добрый день, уважаемые коллеги. Я сейчас включу демонстрацию экрана. Да, все видно. Да. Вот мой доклад называется «Когнитивный аспект развития грамматической категории персональности в современном английском языке». Возможно, слишком широко и весомо звучит, но я обратилась к одному маленькому элементу на самом деле, но об этом позже. Хорошо известно, что современная лингвистика рассматривает грамматические категории в широком ракурсе с учетом ментальных процессов в сознании участников коммуникации, а также с точки зрения репрезентации в языке базовых когнитивных конспекций. Не случайно именно морфологическая категория персональности стала играть ключевую роль в современных когнитивно-дискурсивных исследованиях, поскольку она определяет говорящего субъекта и указывает на других участников дискурса, присутствующих или отсутствующих в момент речи. Носителями персональных отношений в языке являются в первую очередь личные местоимения. Личные местоимения в английском языке, безусловно, представляют собой исторически утвердившуюся традиционную грамматическую категорию. Последние события, однако, несколько пошатнули устоявшуюся парадигму и стали значимыми для грамматики английского языка. В системе личных местоимений стало очень популярным гендерно-нейтральное местоимение сингла «дэй», являющееся показателем толерантности общества и гендерного равноправия. Именно ему посвящено мое сегодняшнее небольшое выступление. Один из самых уважаемых американских словарей Merriam-Webster's Collegiate Dictionary в сентябре 2019 года определил сингла «дэй» как слово «года». Журнал «The Guardian», подводя итоги года при создании списка «Talk Words of the Year», включил это слово в десятку, а американское общество диалектов объявило его словом десятилетия. «Дэй» в единственном числе используется для обозначения человека с небинарной половой принадлежностью. Оно может употребляться как вместо «он», так и вместо «она». Гендерно-нейтральное местоимение активно поддерживает ЛГБТ-движение. Следуя общему тренду, английская поп-звезда Сэм Смисс заявил в своем инстаграм, что он является гендерно-нейтральным человеком и попросил своих поклонников использовать местоимение «дэй», «дэм». My pronouns are they, them. Today is a good day, so he goes. I've decided I'm changing my pronouns to they, them. After a lifetime of being at war with my gender, I've decided to embrace myself for who I am inside and out. Вслед за этим в английской прессе появился гендерно-небинарный пингвин. Затем речь зашла о родителях, которые объявили, что они никому не сообщали полу своего ребенка, чтобы избежать предубеждений по гендерному признаку. В общем, события, связанные с синглой «дэй», развиваются очень стремительно. В каких же случаях гендерно-нейтральное местоимение употребляется в современном английском языке? Во-первых, в предложениях, где субъект выражается неопределенными местоимениями «any, each, every, somebody, nobody» словами-квантерами, когда высказывание приобретает обобщающее значение. «Every man has their own preferences. Every parent wants their child to be successful in life. When I tell somebody a joke, they love». Во-вторых, При обозначении профессии или рода деятельности, когда половая принадлежность не важна для унификации гендерных форм, мы видим, «a blog has posted a new blog on the Internet. A doctor looks after their appearance. A student must bring their homework». Традиционно в языке утвердилось в этом случае употребление множественного числа для обозначения профессии. Но в связи с этим часто возникают коммуникативные неудачи. Вот, к примеру, один пример из рассказа служанки The Handmaid's Tale. But there is hope. God had blessed Gilead with one of the top neonatologists in the world. That's excellent. How soon can he get here? He is a she. Но здесь мы, кто смотрел этот сериал, понимаем, что употребление здесь местоимения хи, оно оправдано самим сюжетом сериала. В этом обществе, утопическом обществе, женщины не могли выполнять, работать специалистами. Но вот в следующем примере, в научной статье, наоборот, гендерно-нейтральная покупатель маркируется местоимением хи. Я не привела этот пример здесь в презентации. This means that a consumer who cannot find her favorite variant in the store is more likely to buy a substitute, as the set of potential substitutes gets larger. If the consumer's first choice is not available, then she substitutes according to substitution probability metrics. So, этот пример гендерной поляризации. Видимо, в представлении автора статьи «Совершение покупок у дел женщин. Строгая закрепленная социальная роль». Причем эта работа относится к 2007 году. И это соответствующая работа. Demand estimation and assortment optimization under substitution. И, наконец, в отношении конкретного гендерно-нейтрального человека мы теперь можем использовать «Sam Smith has released the new album». Проанализируем это высказывание с позиции когнитивной лингвистики, сосредоточившись на мыслительной деятельности участников коммуникации. Известно, что указание на третье лицо всегда связано с переходом от центра к периферии. Поскольку актуализация третьего лица происходит, исходя из коммуникативной ситуации и контекста. Для выполнения местоимениями третьего лица функции обозначения необходимо наличие у коммуникантов общего фонда знаний. Предположим, что у отправителя и получателя сообщения одинаково присуппозиционный фон. Единое когнитивное и коммуникативное пространство. Говорящие подразумевают, что получатель сообщения осведомлен о том, что певец Sam Smith попросил называть себя Дэй, и в отношении к нему следует употреблять местоимение третьего лица во множественном числе. Мы наблюдаем здесь двойное переключение референции. Сначала Sam Smith на his, и только затем на D. Поскольку употребление в данном случае... Вероника Мерсатовна, у вас две минуты осталось. Простите. Ой, так быстро перебиваю. Все, две минуты. Поскольку употребление в данном случае притяжательного местоимения во множественном числе узуальное, оно противоречит правилам грамматики. И кодирование сообщений к говорящим происходит через первичное обращение к языковой норме. С точки зрения слушающих, вот тоже происходит двойная референция, но она в обратном порядке происходит. Анафорическое выражение Дэя не отсылает нас непосредственно к предмету речи. Sam Smith опосредованно путем переключения с единственного числа мужского рода на множественное число, а затем вновь единственное, но гендерно нейтральное. В восприятии и осмыслении местоимения в первую очередь участвуют базовые концепты число и количество. Основой формирования морфологически передаваемого концепта число являются количественные понятия единственности, не единственности, множественности, что предполагает в нашем сознании четкую схему. Единственное число – один предмет или объект, множественное число – не один, много. В случае с синглой Дэй возникает своего рода когнитивный диссонанс, нарушается восприятие этих концептов, происходит деформация привычного гештальта. Слова Елены Самуиловны Кубриковой как нельзя лучше характеризуют данную ситуацию. Участникам коммуникации предстоит бессознательное использование предыдущего опыта и его постоянное переначивание в целях приспособления к конкретным условиям речи и ее смысловым заданиям. Кроме того, известно, что кроме указаний на лица, третье лицо может иметь также предметное значение, обозначать мир вещей. То есть комбинироваться с любой объективной референцией. Таким образом, в данном случае затрагивается также категория одушевленности и неодушевленности. Ведь местоимение Дэя может обозначать мир неживых объектов. И это затрудняет процесс восприятия данного сообщения, предмет речи как бы уходит в мир вещей, что еще больше обобщает его предметное значение. В результате снова требуются дополнительные усилия для актуализации предмета речи. Участники коммуникации вновь выходят за пределы привычной референции, происходят двухэтапные ее переключения, что приводит к еще одной сложности при кодировании и декодировании сообщений и затрудняет общение. Итак, при использовании Single Day требуются дополнительные когнитивные усилия участников коммуникации из-за сложного процесса переключения референции и вывода ее за пределы привычных границ тексиса и дискульсивной иерархии лиц. Вполне вероятно, что это местоимение постепенно утвердится в языке и станет грамматической нормой. Стоит отметить, что появление гендерно-нейтрального местоимения соответствует специфике грамматического строя английского языка, уже утратившего категорию рода. Поэтому такая унификация местоименной парадигмы согласуется с общей тенденцией развития морфологии английского языка. Как будет развиваться персональный дексис в исторической перспективе, покажет время, поскольку языковые события всегда лишь отражают способы концептуализации мира участниками коммуникации. Задачей же лингвистов является быстрая реакция на эти события и их профессиональная оценка. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Вероника Мирсатовна. Будет ли вопросы какие-то? Напоминаю, что вопросы можно и в чате писать по ходу презентации. Будут ли вопросы? Пожалуйста. Ну, во всяком случае, достаточно актуальная тема. И в английском очень стремительно they и they are переформатируется в качестве сингулярных местоимений. Вот как вы считаете, во-первых, пока только это разговорный дискурс и наблюдается ли в научных статьях, как нам следует придерживаться традиционных использования этих местоимений, либо уже обращать внимание на сингулярность. И как вы считаете, в русский язык это будет проникать или нет? Они, скажем, как на материале русского языка. Да, у нас скорее это несколько такое пренебрежительное значение, когда мы… Это такая несколько отрицательная коннотация, да? Их предпочтение там, да? Ну вот, когда мы говорим о каком-то конкретном человеке, который, может быть, там проявляет какие-то не те качества, которые бы нам хотелось не увидеть. Вот. Что касается английского языка, я думаю, что вот первых двух случаев, когда это слова квантеры и для обозначения профессии, это, конечно же, уже приобретает алименты грамматической нормы, конечно же, и употребляется в речи, а вот эсфарас гендерно-нейтрального употребления, в смысле обозначения конкретного человека, я думаю, что это скорее узуальное пока употребление, но, вероятно, оно войдет в речи, потому что мы же следуем за социумом, за тем, что говорят люди, и потом эти варианты входят как уже как норма в наши словари. Вот то, о чем, кстати, говорила Татьяна Альбертовна, тоже, соотношение системы УСУС. Да, да, да. Спасибо большое, Вероника Мирсатовна. Будут ли еще какие-то вопросы? Если нет, то разрешите перейти к следующему докладу. Это стрижак Ульяна Петровна и ее доклад. Актантная структура японского предложения. Опыт когнитивного моделирования. Пожалуйста, Ульяна Петровна. Да, мы видим вашу презентацию. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Высшую школу экономики, факультет мировой экономики и мировой политики, школу востоковедения. И сегодня я хотела бы поделиться опытом своего исследования, посвященного октантной структуре японского предложения. И в частности, такой семантической характеристик, вернее, совокупности семантических характеристик, обозначающих деятельностный статус участников коммуникации и процессы их воздействия друг на друга. То есть то, что в научной литературе обозначается как агентивность. Эти вопросы особо интересны. Особо интересно рассматривать на материале японского языка. Ну, наверное, каждый ученый считает, что его язык особо интересен. Но в японском языке особо жесткая иерархичность проявляется, которая характерна, в принципе, для японской культуры, для японского менталитета, японского общества. Это все взаимосвязанные вещи. И вот как эти вопросы иерархии отражаются в языке, вот этим вопросом мы задались, когда начали формулировать какие-то идеи по поводу агентивности в японском языке. В частности, нас интересует поведение неодушевленного субъекта, потому что в японском языке, в японской культуре, в японском обществе я буду все время оговариваться, потому что язык мы рассматриваем как, в общем-то, неотъемлемую характеристику вообще любого человека, характеризующего его социальный статус в том числе. Итак, исходя из положения японских лингвистов, здесь именно их цитаты приведены, это Икегами Йосихико и Мичико Мори, традиционный японский язык редко допускает использование неодушевленных субъектов или абстрактных понятий в роли субъекта, на позицию субъекта, то есть на позицию главного актанта. И японцы прямо говорят о том, что это звучит неестественно, и с этим надо что-то делать, если это вдруг встречается, если японский язык сталкивается с такой инородной пропозициональной установкой для своей культуры. Еще одно интересное положение, это, пожалуй, не касается напрямую сегодняшнего доклада, это так, на будущее, для размышления, что современный японский язык меняется, и все чаще такие явления допускаются на позицию главных актантов. Причин этому несколько. Одной из причин называют растущий поток переводной европейской литературы в Японии, то есть люди начинают читать переводы, они начинают думать, как представители европейских, например, европейских культур, европейских языков, и, соответственно, начинает меняться язык. Но это заслуживает отдельного исследования, сегодня я об этом говорить не буду. Итак, материалом нашего исследования послужили параллельные тексты, это параллельный корпус, собранный мной лично русско-японских, вернее, японских переводов русских текстов, русских художественных текстов. Наш выбор обусловлен методологическим положением, в частности, Наталья Сергеевна Автономова, о том, что именно в анализе механизмов перевода нам удается иногда увидеть, а главное не просто увидеть, как-то формализовать, пощупать, измерить. Вот сегодня шла речь уже об экспериментальном измерении. Как нам измерить то, что происходит в языке, как нам это выразить, посчитать, в конце концов. Так вот, именно в сфере анализа, в анализе механизмов перевода это удается чаще всего сделать, по крайней мере, вот мы этим занимаемся и действительно получаем кое-какие результаты. В конце я приведу результаты статистических каких-то экспериментов, которые мы проводили, ну, анализа статистического. В своей публикации я приводила несколько примеров из нескольких произведений, но сегодня в докладе только возьму примеры из Достоевского, произведения Достоевского «Идиот». Причем переводы разных лет, как вы видите, это позволяет нам также проследить не только какие-то синхронные, синхронические срезы сделать, но и какой-то элемент диахронического анализа включить, посмотреть, есть ли какая-то тенденция, например, в стратегиях форнизации, доместикации японских текстов. Но вот опять же, сегодня об этом не будет времени особо говорить. Сегодня мы будем говорить о том, где все переводчики едины. Едины в своем решении, в использовании переводческих приемов, когда они сталкиваются, как я сказала, с вот этой инородной пропозициональной установкой, что неодушевленный субъект не может править человеком. Соответственно, что делает японский язык, когда сталкивается с такими инородными для себя установками? Происходит смещение фокуса внимания. Например, вот предложение, два примера буквально я возьму, времени не очень много. Частые припадки его болезни сделали из него идиотом. В переводе, вот я даю здесь подстрочный перевод, всех, все три варианта, мы видим, что акцент смещается на князя Мышкина. Он является, а не кто иной, является, ну, занимает позицию главного актанта и, соответственно, является главным действующим лицом. Он из-за припадков становится как идиот и так далее. Или второй пример, когда князь Мышкин впервые видит портрет Настасии Филипповны и, соответственно, говорит, что ты при первой встрече, да, Вича, меня портрет ваш поразил очень. То же самое. Мы наблюдаем та же схема. Мы наблюдаем, что во всех трех вариантах перевода главным действующим лицом является князь, а не портрет. И вот здесь тоже можно очень, такое широкое поле для обсуждений, для рассуждений. Исследований мы тоже этим занимаемся, потому что, в принципе, ладно, припадки. В принципе, все понимают, что припадки являются причиной болезни. Но это как бы второстепенная информация. Ну, нет, нет, это характеристика героя, но мы понимаем, что он болен. Но вот здесь портрет Настасии Филипповны, как мы помним из сюжета, ведь он завязывает очень важную сюжетную линию. Он увидел, он сразу влюбился, он потом увидел, сразу узнал и так далее. На этом построено очень много в сюжетных линиях именно романа. И в данном случае, исходя из такого содержательного, высокого статуса данного портрета, что он все-таки повлиял именно портрет. С портрета все началось не с Настасии Филипповны. Можно было бы японским переводчикам допустить этот портрет на позицию главного актанта, потому что он все-таки играет очень большую роль в развитии сюжета. И иногда, я не сказала об этом, но японский язык не всегда отторгает такие конструкции. Иногда он соглашается и оставляет вот такие вещи на позиции, неодушевленные понятия, на позиции главных актантов. То есть вопрос, в общем-то, выбора, почему мы рассматриваем именно с точки зрения когнитивного подхода, в рамках когнитивного подхода работаем, это, по сути, процесс выбора, проблема выбора. Оставить или убрать? Трансформировать или оставить как есть? И, соответственно, есть случаи сохранения, вот, к сожалению, опять же, нет особо времени об этом рассуждать, но скажу очень кратко, что больше половины, гораздо больше половины всех таких случаев в японском языке трансформируются. И, соответственно, все наши неодушевленные субъекты исчезают с позиции главного актанта. И можно говорить о том, что, в общем-то, это во многом смещает очень сильно наше внимание на иных участников коммуникации. Возникает вопрос, это ли имел в виду Достоевский? Все-таки, если Достоевский делал акцент на портрете, то, наверное, акценты надо сохранять. Ну, это известная, как бы, дискуссия, да, это часто обсуждается, и давно в литературе исследуются проблемы, там, стратегии форенизации, доместикации и так далее. Ну, вот, статистически очень интересно проследить, что происходит в японском языке и поискать причины такого выбора. Итак, мы проанализировали, вот если в частности говорить об идиоте и о других примерах, в нашем корпусе там порядка трех с половиной тысяч примеров. Ну, вот, если конкретно идиот, то там 242 примера всего, во всем романе воздействия неодушевленного субъекта на человека. Соответственно, мы выделили тенденции, следующие тенденции – это или изменения с сохранением исходной диатезы, но снижением агентивности предиката. Агентивности, акциональности, тут можно, ну, есть некоторые нюансы, но сейчас не буду углубляться. Итак, грусть грызет человека в русском языке, его сердце, его душу, но грусть подступает к его душе в японском языке. Довольно частый прием, и японские переводчики довольно часто его используют. Мы видим, что грызть – это все-таки активное воздействие, грызть душу, не говоря уже о том, что это аккузатив, такой прямой объект, прямое дополнение. А грусть подступает – это так, смягчение, очень по-японски. Не то, что прям грызет, накидывается на человека грусть, она к нему подступает. Иная степень воздействия. Вторая тенденция, выделенная нами, – это мена диатезы с субъектно-объектной взаимозаменой. По типу, например, в «Мастере Маргарите». Маргариту охватывает блаженство в русском языке, Маргарита погружается в блаженство в японском языке. Ильяна Петровна, простите, что перебиваю, у вас осталось две минуты. Хорошо, спасибо. Да, тоже вот видно, что смещены акценты. Опять же, это ли имел в виду Булгаков? Опять, очень трудно найти вот ту грань с сохранением исходного, с поиском компромисса между грамматическим эквивалентом и художественной ценностью. Ну и, соответственно, третье – это частный случай. Второе – это использование пассивных конструкций, но это тоже тема отдельного исследования. Итак, вот так выглядел наш корпус, выглядит наш корпус, как я уже сказала, обработанных именно, размеченных там примеров около трех с половиной тысяч. Вот видите, там разные слева произведения от Достоевского до Улицкой. То есть мы берем и современные переводы, и современную литературу, Татьяна Толстая, Улицкая, Пелевин, Стругацкий, ну и, соответственно, конечно, Чехов, Толстой, куда без этого. Соответственно, синим столбиком выделены те показатели, как мы ранжировали. Да, ранжировали мы следующим образом. Мы ранжировали субъект, где прототипичность агенса нашего возрастает от единицы, самая недопускаемая на позицию главного актанта, до человека, естественно, самого прототипического агенса. И мы ранжировали предикат. То есть мы создали некую шкалу агентивности предиката, ну, причем всего высказывания, да, по двум параметрам, по двум переменным. Соответственно, вот так выглядит наша итоговая… Мы с помощью языка программирования Python провели вот такую визуализацию, анализировали данные с использованием цифровых методов анализа и получили вот некое оранжевое облако. Вот об этом оранжевом облаке можно много рассуждать. Здесь очень много всего, как бы, вот эта диаграмма дает массу поводов для размышления. Но главное в том, говоря ближе к выводам, что вот это оранжевое облако мы видим. Это, во-первых, человек, и мы видим объем, ведь размер данных знаков показывает частотность встречи вот этих пар признаков. Соответственно, мы видим, что больше совершенно очевидно, да, больше половины всех примеров действительно перемещается в сторону человека. Более того, мы наблюдаем, что агентивность высказывания резко снижается в японском языке, все перемещается влево с использованием непереходных глаголов, с использованием стативных предикатов, то есть обозначение не действия, а состояния. Таким образом, вот такие поводы для размышления дало нам наше исследование. И дальше год перевода, опять же, к процессу уголных переводческих трансформаций и так далее. Ну вот такие выводы мы получили, они натолкнули нас на дальнейшие мысли, и мы будем продолжать работать в этом же русле. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ульяна Петровна. И будут ли вопросы докладчику? У меня вопрос, если позволите. Ульяна Петровна, большое спасибо, очень интересный доклад, очень интересная действительно тема. Поскольку я незнакома с японским языком, с особенностями организации синтаксиса, а скажите, пожалуйста, есть такого рода конструкции, которые соответствуют знаменитому дательному субъекту? Скажем, мне пришло в голову, мне приснилось. Вот в моих, ну то, что я не успела в примерах, конструкция lose somebody something, это как раз глагол lose, перемоделируется под это стоило мне. То есть глагол lose, сам по себе терять не имеет субъекта в таком варианте. То есть я потерял что-то, четкая агентивность. По модели it cost him elections, мы имеем и глагол it lost him elections. Вот это him, идея ведь он это сделал. То есть это действительно субъект. В русском языке их очень много, мы знаем об аргативных языках, там тоже очень много вот этих дательных субъектов. А в японском есть такая конструкция? Спасибо большое, Татьяна Юрьевна, за вопрос. Да, в японском, вернее как, не то чтобы да, японский язык, вот вы упомянули аргативные языки, в японском языке очень распространены конструкции, которые не аргативны, не прямо аргативны, так скажем, но есть некий оттенок, так скажем, аргативности в пассивных конструкциях, когда предложение перестраивается с использованием датива, но японский язык интересен тем, что даже в таких конструкциях, ну полуэргативных или близко к эргативным, это так можно назвать, сохраняется важность и главность одушевленного человеческого субъекта. То есть грамматически, если рассуждать грамматически, вот грубо говоря, мы берем всю конструкцию и выстраиваем ее по принципу датива, но при этом темой высказывания остается человек. Это сложная конструкция, это по сути, вот я говорю, нечто близкое к эргативу, типа я твоим присутствием здесь, ну нет, это сложно объяснить в русском языке, но в общем, надеюсь, вы поняли мою мысль, что даже при использовании вот таких конструкций, как вы сказали, как бы совершенно отдельным элементом вначале остается человек. Приоритет все равно одушевленному. Совершенно верно. Грамматический, синтактический приоритет агентивному одушевленному. Как хотите, но поставьте его на первое место, а дальше хоть эргативную поддержку, хоть… Да, совершенно верно, именно так. Поняла примерно, да, спасибо большое. Спасибо. Да, и получается, что японскому языку в меньшей степени свойственна метафоризация, олицетворение, персонификация, если главным актантом редко бывает неодушевленное. что-то неодушевленное. Да, не то чтобы даже реже это случается, но это совершенно четко выглядит как художественный прием. Если у нас эти такого рода выражения, они растворены в языке, и да, мы понимаем, что это метафора, но иногда мы это не осознаем, то для японцев степень необычности таких выражений, она очень четко чувствуется. И поэтому прям четко видно, вот тут вы, а, вы сказали так, потому что вы имели в виду нечто особое, переносность, а, мы поняли вашу. То есть не растворено в языке. Так, Сельско, вот это я. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Можно тогда не вообще комментарий, не вопрос. В определенной степени это есть контраргумент против того, что в языковом плане это мы-культура, да, помните, это знаменитые деления, я-культура, мы-культура. То есть синтаксически как-то японский язык не поддерживает идею, что восточная культура это мы-культура. Ну, это сложный вопрос. На самом деле, я не буду управлять. Ну, это только комментарий, мысль просто возникла. Нет, мой компонент очень сильно сохранен в языке, потому что за счет предиката, так скажем, вот этот акцент на субъект, он очень глубоко спрятан, очень глубоко спрятан в языке, вот его надо оттуда вынимать. Напрямую, явно, в синтаксической структуре это выражается очень редко, это только за счет предиката, который как раз обозначает без рода, без числа, без всего, происходящее вообще с нами. В этом плане довольно запутанная структура, да, ее надо видеть очень глубоко в языке, но она выражена, мы, структура выражена, и субъект спрятан. Вот так, примерно. И можно еще короткие технические вопросы? На каком ресурсе вы параллельный корпус сделали? Это мой собственный корпус, который я собирала сама пока вручную, но я его перевела вот сейчас с помощью питона в такую вот форму, с которой можно уже работать, а так это был мой собственный руками собранный ресурс, грубо говоря, с Excel начиналось все. Вручную собранные примеры. То есть это не скетч-энжин, не какой-то другой, там конкордансер нет, спасибо. Ну вот я сама размечала, я делала разметку уже сама лингвистическую, каждой строчке, это все было сделано вручную, то есть это не с помощью каких-то ресурсов существующих. Спасибо. То есть выборка в таблице вручную сделана была, не с помощью программы, да, вот то, что вы представляли, выборку. Да, потому что тут трудность, понимаете, мы искали, ну я искала способы, но найти воздействие неодушевленного субъекта на человека довольно сложно. Я разные пробовала способы, размет, выдают, как бы результат машинный, выдают очень странные, там, например, генерал зашел, взял шляпу и зашел. Когда мы делаем эту обработку, то получается шляпа воздействовала на генерала, там как бы, в общем, сейчас как раз с этим мучаемся, с проблемой экстракции вот такой данной конструкции, где неодушевленный субъект воздействует наодушевленный, вот с этим сложность, поэтому приходится делать вручную, к сожалению, пока. Понятно. Спасибо большое, Ульяна Петровна, и разрешите перейти к следующему докладу, это доклад Папаи Катаржины Лидии, Borders in Social Media, Some Remarks on the Influence of Social Media on Young People. Пожалуйста, вам слово. Мы вас слушаем. Так, если у нас докладчик, присутствует ли он? Вернее, присутствует ли... Я сейчас проверяю, пока не вижу. Докладчика нет. Ну, тогда разрешите перейти к следующему докладу, это Людмила Ярославовна Слинина и ее доклад «Отражение идеи гендерной справедливости в языке в современных немецких СМИ как объект языковой критики». Пожалуйста, Людмила Ярославовна. Уважаемые коллеги, разрешите представить? Видно, да? Видно хорошо? Видим. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, я рада представить свой доклад. Я представляю Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра немецкой филологии. И мой доклад посвящен также гендерной теме, перекликается с докладом Пироники Мерсатовны. Гендерная справедливость, ее языковое выражение в течение последних лет активно обсуждается в немецких СМИ и является предметом изучения такого направления германистики, как критика языка, шпрах-критик, которая занимается научным осмыслением фактов языковой рефлексии. В докладе представлен материал электронных немецких СМИ последних лет и буквально последних месяцев. Метод, который я использовала, называется многоуровневым дискурсивным анализом Георгена Шпицмюлера и Инга Вранке, которые предлагают анализ многоаспектный, многоуровневый анализ. Основные аспекты – это нетекстовая ситуация, особенности социально-политической фоновой ситуации, внутритекстовые свойства, то есть ключевые слова, оценочные слова, коммуникативные формы текстов и позиции акторов, участники дискуссии и их отношения. Вот с некоторыми аспектами я как раз познакомлю вас в своем докладе. Сначала общая ситуация в немецком языке, вот эта проблематика, которая сейчас активно обсуждается, связана с ограниченной областью лексики, это именно лиц, обозначение профессии, национальной принадлежности, социальной принадлежности в немецком языке в качестве формы образующих средств и, собственно, экспликации мужского и женского, существительного, мужского и женского рода. Все очень благополучно. Это суффиксальная модификация, лера-леререн, коллега-кулегин. Есть другие способы, такие как субстантивация, или вот, например, кауфман-кауфраус, сложный, существительный. И есть так называемый обобщающий мужской род, употребление мужского рода, которое объединяет, собственно, всех, все лица, принадлежащие любому полу профессора нашего университета. Вот, ну, кратко, я не буду останавливаться на вот этих, на развитии проблемы, но, ну, кратко, основные моменты. Это феминистическая лингвистика 70-х, 80-х годов, критика форм выражения и современное изучение. Это гендерная лингвистика, которая оперирует в категории гендера, социального понимания, форм существительных и соответствия грамматическому роду. Потом два момента я отметила, которые как бы являются катализатором в современной активной дискуссии. Это 18-й год изменения в законе о гражданском состоянии, когда, в соответствии с которым, сейчас люди могут себя идентифицировать в официальных документах, как, значит, мужчин, женщин и принадлежащих, и указывать, значит, вот такую небинарную принадлежность, гендерную принадлежность. И совсем актуальные события – это изменения, это новое решение о редактировании электронной версии толкового словаря ТУРН. Это очень авторитетное издание, оно не имеет правовой силы, но оно очень авторитетно. Изменения касаются имен лиц каждому и обозначением лиц мужского рода и лиц мужского пола, мужского и женского пола посвящается отдельная статья, что раньше было не так, и появляются невиданные ранее обозначения, такие как гости и злодейка, что Кестин и Пёзович, что в немецком языке было невозможно. И споры о существовании этих обозначений ведутся. Какие имеются возможности соблюдения требований гендерной справедливости? Во-первых, значит, вот у меня разделено это на два момента, на две группы – гендерно выраженные формы и гендерно нейтральные формы. Значит, существуют требования последовательного выражения принадлежности, каждый из трех сейчас, трех моментов гендерной принадлежности, ну или двух, если это возможно, и гендерно нейтральные формы. Значит, гендерно выраженные формы есть естественные, которые языку свойственны, были и не вызывают сомнения, такие, как, например, повторение, эксплицидное называние обозначений мужского и женского рода, как либо леза, ренен, ук леза, или они в основном ранее касались письменной формы, но сейчас они и произносятся с помощью пауз, например, леза, инен. Да, значит, различные формы, графические формы выражения, это внутренняя большая буква, двоеточие, нижнее подчеркивание, слэш, обозначение в скобках и так называемая гендерная звездочка. И гендерно нейтральные формы, опять же, естественные, которые носителям языка знакомы. Это обобщение Лея Крефта, преподавательский состав, обучающиеся, то есть штудерно-обучающиеся, то есть применение причастий. И, опять же, искусственные формы, придуманные вновь, такие, как, например, во второй строчке, произнесение которых сложно. И, в общем, они предназначены для визуального восприятия и оригинальные формы, имеющие авторство. Например, формат Эйнс в конце, объединяющий любую гендерную принадлежность. Лингвистки современные Лан Хорншайд и вот такие тоже новые формы на И, Эдстис, Тайльни, Мисс Лизис, которые, опять же, исключают вообще всякие показатели гендерной принадлежности и обобщают. Их вот это третье, то, что на третьей строчке представлено, воспринимается участниками дискуссии несерьезно. То, что предыдущий, вот этот Леркс, он, в общем, обсуждается, а здесь, ну, так, с улыбкой воспринимается. Хотя, в общем, не сильно отличается. Значит, даже можно сказать, что третья строчка в некоторой форме имеет преимущество. Значит, на следующем слайде показаны, собственно, участники. Ну, понятно, это те люди, которые активно работают с языком. Это и ученые-ринвисты, это и журналисты, писатели. Ну, здесь хотелось бы отметить первые две строчки. Это представители языковых обществ. Значит, вот, когда и шафт футуальши шпахе. Стоится агенда на корректную форму, но с определенными ограничениями. И резко против выступает für ein deutscher Sprache, объединение союзов немецкого языка. Анатолия Ярославовна, простите, что прерываю, у вас осталось две минуты. Да, спасибо. И вторая строчка – это пресса. Шпигельта от слева либеральные и консервативная пресса. Здесь наблюдается определенная поляризация автоматически. И те люди, которые являются противниками гендерно-корректных форм, им приписываются и свойства консерваторов, и наоборот. Аргументы, которые приводятся обеими сторонами, различные понимания природы языка и его общественной роли, этический вопрос, прагматический вопрос, отношение к существующим нормам и отношение к своей позиции. Значит, здесь у меня очень подробная таплица, где, значит, собственно, мы видим различия противников и сторонников гендерных изменений. Язык отражает реальность, но не меняет реальность. Язык отражает реальность, но меняет реальность. Грамматический род как условная категория или грамматический род, который соответствует половой гендерной принадлежности. Вот это в общающий мужской род. Обычно сторонники его говорят о том, что женщины тоже имеются в виду, но имеются в виду – это не значит, что и понимаются так же, говорят им их противники. Ну и неудобство, непривычность этих форм. Сторонники говорят о том, что это дело привычки и уважения к людям гораздо важнее. Потом анализ ключевых слов показывает совершенно различные видения картины, видение себя и видение предмета критики с большими сторонами. Значит, сторонники обычно указывают в своих высказках, в своих статьях, критикуют современный язык, обычно используют кришированные для этого выражения. Критика современного общества, консервативного общества, патриархального общества, образ противника – это пожилой мужчина, который не желает отдавать свою власть. И собственный образ – это прогрессивные молодые люди, которые за все хорошее. И противники, они выступают как защитники языка. Их задача, последняя строчка – это спасти язык. Язык, учитывающий гендерные особенности, ужасен. Обычно используются, если посмотреть на формы выражения, метафорические способы. Иперативная лексика, изменение языка критикуются. Персонификации практически нет. Деятельность противников в общем виде представлена. И представлена общая оценка ситуации. Также метафорично и оперативно. Ужасно, гротескно, смешно. Вот таким образом. В качестве выводов можно сказать, что в дискуссии наблюдается явная поляризация, что затрудняет конструктивные решения в этой проблеме. Дискуссия ведется с помощью клишированных, уже известных странам форм. В то время как новые идеи плохо воспринимаются спорящими. И анализ ключевых слов показал, и оценочных выражений показал различные видения сторонами ситуации, в которой они находятся. Но как будет развиваться событие, мы будем смотреть, потому что это самый активный материал, который находится в процессе. Спасибо за внимание и буду рада ответить на вопросы. Спасибо большое, Людмила Ярославовна. Есть ли вопросы по вашему крайне интересному докладу? Маленький вопрос, Людмила Ярославовна. А ваши прогнозы каковы? Ну, сложно сказать. Сложно сказать. Я думаю, что что-то из этих форм останется. Что-то, наверное, люди не примут. Пока вот. Но то, что это какое-то такое искажение языка, неправильное. В общем, это очень распространяется сейчас в последнее время. И какие-то формы останутся. Что-то, наверное, на те... Ну, да, наверное, как и всегда. Спасибо. Спасибо большое. Будут ли еще вопросы, уважаемые коллеги? Если нет, то мы переходим к последнему сегодняшнему докладу. Но последнему, конечно же, по очередности, но никак не по значимости. Это доклад Владислава Юрьевича Верютина. Коммуникативное воздействие адресанта и адресата в немецкой деловой корреспонденции. Таким образом, мы продолжаем доклады на материале немецкого языка. Пожалуйста. Вас видно. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно? Все хорошо? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Представить вашему вниманию доклад на тему коммуникативное взаимодействие адресанта и адресата в немецкой деловой корреспонденции. Доклад посвящен анализу речевого поведения участников деловой коммуникации в немецкой деловой корреспонденции, определению лингвистической составляющей взаимодействия в модусе вежливого делового общения, коммуникативным тактикам, реализации интенсии адресата, а также выявлению экстралингвистических факторов, которые влияют на выбор определенных коммуникативных тактик. Цель нашего исследования – определить лингвистическую составляющую, взаимодействие деловых партнеров в модусе вежливого делового общения, а также рассмотреть лексико-громантические средства, интенсификация интенсии адресанта. Для облегчения восприятия информацией на приводимых примерах, то есть они будут выводиться на экран с переводами на русский язык. Говоря о специфике деловой коммуникации между бизнес-партнерами, следует отметить ее изначальный преимущественно формальный асимметричный характер, нацеренный на достижение поставленных целей коммуникантами на максимально выгодных для обеих сторон условиях. При этом природа деловых отношений в большинстве случаев предполагает преимущественное положение заказчика по отношению к исполнителю, поскольку в конечном итоге именно от воли заявления заказчика будет зависеть его решение воспользоваться предлагаемыми услугами исполнителя или же воздержаться от данного шага. Таким образом, для достижения деловой коммуникативной интенции исполнителя, то есть установления деловых отношений с заказчиком, исполнитель должен непременно проявить максимальную вежливость в процессе делового общения, реализуя соответствующие ситуативно обусловленные коммуникативные средства и способы воздействия на участника коммуникации, которые являются предметом нашего дальнейшего рассмотрения. Согласно традициям делового оборота, начальным этапом установления деловых отношений между партнерами является предоставление исполнителям в адрес заказчика коммерческого предложения, как правило, снабженного кратким сопроводительным вводным вежливым текстом, с использованием рутинных формул. Например. Возвольте предоставить вам на рассмотрение настоящее коммерческое предложение на разработку проектной документации для расширения складского помещения по результатам переговоров, проведенных в офисе вашей организации. То есть приведенный пример является классическим образцом вежливости в деловом общении. Употребление глагола Erlauben позволяет подчеркивать тактику признания исполнителям приоритетной позиции заказчика и призвано исключить категоричность и фамильярность врачевого поведения исполнителя. Намеренно выраженное уважение к потенциальному деловому партнеру направлено на то, чтобы вызвать ответную симпатию у противоположной стороны и тем самым повысить шансы на успешное развитие делового взаимодействия у самых его истоков. В случае позитивного исхода переговоров и успешной коммуникации между деловыми партнерами реакция адресата обычно характеризуется одобрением предложенных условий и также реализуется в рамках мода свежливости. Например, После подробного рассмотрения вашего коммерческого предложения при соблюдении всех заявленных условий мы можем констатировать нашу готовность рассматривать ваш портрет как потенциальному деловому партнеру. В анализируемом контексте реализация максимум вежливого общения в реакции адресата осуществляется посредством употребления модельного глагола «see» – «свидеть» – «смотреть» со слагательным наклонением. Тем не менее, обстоятельственный уточнитель «einhaltung aller conditionen» при соблюдении всех условий является интенсификатором коммуникативной и косвенно указывает на дистанцированную адресанту в рамках участников деловой коммуникации. При этом данный тактический прием в силу превалирующего характера информации о принципиальной готовности к сотрудничеству не придает высказыванию излишней категоричности, не наносит преда имиджу адресанта и наряду с этим стимулирует его к надлежащему исполнению взятых со себя обязательств. Отписанный исход делового общения предполагает успешную реализацию коммуникативных интенсий адресанта в рамках рассматриваемой коммуникативной ситуации. Коммуникативные тактики применяются адресатам преимущественно с целью побудить одного участника коммуникации принять интенсии другого. При этом деловые отношения зачастую сопряжены с ситуациями, в которых исполнение договорных обязательств одним из коммуникантов, например, исполнителя, не соответствует ранее достигнутым договоренностям сторон и требует соответствующего воздействия на него со стороны другого участника договорных отношений, то есть заказчиков. Например. Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые дамы и господа, в составе оказанных вами услуг на вышеупомянутом объекте были установлены дефекты, отраженные в приложении 1. Мы просим вас устранить данные несоответствия до указанного в приложении строка и предварительно согласовать дату устранения дефектов с администрацией торгового центра. Из приведенного примера следует, что адресант, то есть заказчик, использует тактику указания на ненадлежащее исполнение договорных обязательств адреса, исполнителя, преследуя намерение оказать воздействие на последнего, то есть добиться от него устранения несоответствия в кратчайшие сроки в силу своего заведомо более высокого положения в иерархии участников деловых взаимоотношений. При этом он стремится продать своему высказыванию определенную степень категоричности, не выходя за рамки модуса вежливости. На вежливый характер коммуникации указывает глагол «просить», который в данном контексте формально выражает просьбу, а не требование. И тем не менее, вон модус вежливости в данном случае сопровождается употреблением минимального количества языковых средств, направленных на сохранение имиджа адресата в рамках существующего делового этикета. Если попытки адресанта, то есть заказчика, оказать воздействие на адресата исполнителя, донести до него свою коммуникативную интенцию посредством многократных обращений с повышением степени категоричности высказывания не приводит к успеху, то коммуникация может трансформироваться в открытое конфликтное противостояние, тогда как само высказывание оформляется в мужестве агрессивного речевого поведения. Например, коллеги, я не буду зачитывать немецкий язычный текст для экономии времени, ограничусь переводом на русский язык. Уважаемые дамы и господа, в результате представления вами недостоверной информации, а также грубого и беспрецедентного нарушения договорных обязательств, наше предприятие понесло существенные убытки. Требуем немедленно уплатить неустойку согласно расчету, отраженного в приложении 1 к настоящему письму. В случае невыполнения данного требования до указанной даты мы будем вынуждены обратиться в соответствующий арбитражный суд. В рассматриваемом случае мы видим, что возможности досудебного урегулирования спорной ситуации практически исчерпаны. Это подтверждается категоричным требованием уплаты неустойки адресатам, а также абсолютно твердым намерением адресанта, то есть заказчика, обратиться в судебные органы с целью восстановления нарушенного права. Агрессивность высказывания, а также предельно категоричная и непреклонная позиция адресанта подтверждается словосочетанием «хобен, байшперлоза, фэлэцунг» «трубы» и «беспрецедентные нарушения», а также наречием «софор» немедленно. Проведенный анализ речевого поведения коммуникантов на материале немецкой деловой документации позволил определить тактики с целью достижения их успешного взаимодействия, а также выявить релевантные, ситуативно обусловленные экстралигвистические факторы, влияющие на реализацию данных тактов. В результате исследования установлено, что в силу специфики деловых взаимоотношений между участниками коммуникации, а именно более высокой социальной позиции заказчика по отношению к исполнителям, последний несет большие коммуникативные затраты для достижения своих интенций, реализуемых посредством модуса вежливости. Выбор тактик вежливого общения коммуникатором обусловлен как складывающимися обстоятельствами, так и отношением адресата к интенциям адресанта, их выполнением или игнорированием. При реализации интенций адресанта коммуникация остается в модусе вежливости. При их игнорировании коммуникация переходит в модус агрессивности. К экстралигвистическим факторам, влияющим на выбор коммуникативных средств и способов адресанта, относятся надлежащие или ненадлежащие исполнение обязательств восприятия или игнорирования коммуникативных интенций адресатом. Большое спасибо, благодарю за внимание. Большое, Лаиса Фьюриевич, будут ли вопросы к докладчику? Пожалуйста. Так, вопросов не... Извините, можно у меня один маленький вопросик возник? Можно я его задам? Спасибо, уважаемую докладчику. Я, к сожалению, не знаю отчества, поэтому не буду обращаться к вам по имени. Очень интересный доклад «Речевые тактики адресата и адресанта». Вы представили несколько случаев, когда адресат обращается к адресанту с какой-то просьбой, вернее, с каким-то предложением коммерческим. И другие тоже. Случаи были рассмотрены, но в основном с позиции адресата. А рассматривали ли вы переписку с точки зрения адресанта именно? Когда, например, интересно проследить, я думаю, может быть, вы этим занимались тоже. Вот когда он полностью и безоговорочно готов принять предложение, как он пишет? Есть ли же у него такая нейтральная позиция? Он не знает еще, воспользуется он вашим предложением или нет. Вот рассматривали ли вы такие случаи? Мне интересно. Большое спасибо, Вероника Висатовна. Да, конечно, рассматривали такие случаи. То есть нами рассматривали цепочки, естественно, в переписке. Было отобрано 53 образца. То есть рассматривали, как трансформируется речевое поведение в процессе коммуникации. И, естественно, мы рассматривали полностью весь процесс, как все это происходит. И уже опираясь именно на этот анализ, естественно, уже пришли к такому выводу. Однозначно все сводится к тому, что если коммуникация проходит ровно, и стороны понимают друг друга, соответственно, интенции доходят. И наоборот. Как только возникает какой-то диссонанс коммуникации, прежде всего обусловленный, как правило, неисполнением обязательств. Как правило, он возникает уже на стадии реализации проекта. Потому что на стадии коммерческого предложения и на стадии акцепта все, как правило, проходит хорошо. Ну, вот именно какие-то нестандартные ситуации, которые выбивают коммуниканты из колеи, вот они, собственно говоря, уже результируют такие ситуации. Ну, не скажите, можно на уровне предложения, можно поторговаться по цене, например. Не сразу все ровно. Вот я имела в виду вот такие случаи, когда и как это выражается непосредственно в языке коммуникантов. Да, все правильно вы говорите. Конечно, в любом случае, да, нужно понимать одно, что вот как я уже отметил в докладе, что природа отношений такова, заказчик всегда в главенствующем положении. Поэтому, естественно, заказчик он себя может вести, скажем так, более уверенно, да, по отношению к исполнителю. И, естественно, наблюдается тенденция, что если заказчик выражает как бы свою заинтересованность, свою позицию относительно более выгодных деловых условий, то в любом случае его прибегает к меньшим, в любом случае, к меньшим коммуникативным затратам, прекрасно осознавая свою приоритетную позицию. Поэтому исполнителю в любом случае приходится брать на себя большую коммуникативную нагрузку. От этого не уйти. Такова природа в деловых отношениях. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос и ответ. Есть ли еще вопросы к докладчику? Видимо, нет. Спасибо большое, Владислав Юрьевич. Спасибо. Благодарю. Как бы наши доклады на сегодня исчерпаны. И если желающие, скажем, поделиться впечатлениями о работе секции, и может быть, кто-то хочет высказаться. И, наверное, Владимир Николаевич что-то скажет на правах хозяина этого праздника науки, который тут состоялся. Замечательно. Если вы имеете в виду Дмитрия Николаевича... Дмитрия Николаевича, я не могу сказать, у вас совсем другие. Да. Ну, во-первых, вы можете сейчас что-то в рамках свободной дискуссии сказать, если у вас есть желание, конечно, да. Как вам сегодняшние доклады? Вчера я предсказывал, что они будут содержательными и интересными. все ли вам понравилось сегодня. Я думаю, что доклады сегодня были крайне интересными, и они охватывали не только, как обычно бывает, русский и английский, скажем, язык, но и японский. И, по крайней мере, два доклада было по немецкому языку. И так же на стыке направлений лингвистических и по дискурсу, и лингвокультурологического характера. И когнитивная грамматика очень так солидным блоком прозвучала. Да. Лингвистика, семантика, просто, ну... Да, я абсолютно согласен. Я тоже практически все смог услышать. И я очень рад, что и вопросы звучали, да, не только Светланы Андреевны, но и все участники с интересом воспринимали сообщения друг друга. Я думаю, что действительно состоялось научное, конструктивное общение. И мы сможем в своих дальнейших исследованиях как-то тоже сориентироваться и, возможно, какие-то, на какие-то идеи сегодня прозвучавшие опираться. Я, безусловно, благодарю вас за эти два дня. Я благодарю Светлану Андреевну за прекрасное сегодняшнее видение и создание доброжелательной атмосферы. Спасибо также огромное нашим переводчикам, которые делают очень важное дело, решают важную задачу, осуществляя языковое посредничество. И, наверное, в заключении я хотел бы пожелать вам хорошенько перекусить перед тем, как мы начнем наше пленарное заседание, на которое я вас всех и приглашаю. Еще хотел бы поблагодарить техподдержку Юлию Игоревну. Да, конечно, и Татьяну Николаевну вчера. Да, которые прямо очень четко регламентировали, структурировали наше заседание. Большое спасибо. Спасибо огромное. Я хотел бы сказать, что вообще выразить большую благодарность организационному комитету конференции. Как всегда, это прошло здесь на высоком уровне, очень комфортно, без затяжек, задержек, и как бы уже, как будто бы мы всегда в таком уровне, в таком режиме работаем. Хотя, надеюсь, что через два года, Дмитрий Николаевич, может быть, уже и будет все-таки это... Точно. Точно. Да. Да. Несмотря на все преимущества дистанционного формата, когда мы с вами можем из разных уголков друг с другом общаться, возможно, неплохо бы организовать что-то и традиционное. Будем надеяться. Да. Сегодня так состоялся большой праздник и большой стимул к дальнейшим исследованиям. Да. Огромное всем спасибо и до встречи на пленарном заседании. До встречи. Спасибо, до свидания. Спасибо, коллега. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok